Покусайте меня пчелы Ай, твою дивизию Короче, ребята, если у вас не слушается теща, значит что делать? Чувствую себя медведем, залезшим в свой муравейник И сейчас пойду осмотреть пчелы, есть ли там мед А есть ли у нас мед? Мед у нас есть Накануне вы говорите, что занимаетесь пчелами Там так случайно, типа качаете мед, ловите раи Туда-сюда Через неделю приходите, намазываете весь двор этим санроем Вот, все, короче, хозяйственные постройки или деревья И все, не уходите Потом через пару дней, когда до нее во двор позалетают пчелы Пчелы пока сидят, не думают, что я медведь Принимают за своего Она вам позвонит, вы скажете ненароком, что я могу поймать ей рой Она, ясное дело, испугается, забежит в свою норку И вы скажете, так и так, что, типа, теща, будешь меня слушаться, буду ловить рой Не будешь слушаться, все, до свидос Все, ловите сами, все, я занят Вот такие дела, ребята Всем привет, ребята В этом видео я вам расскажу, как поймать рой Расскажу о ловушках и зачем это все делать Значит, вообще мед у меня есть Вот так вот я вчера накачал этого, ох, тяжелого меда Сейчас я вам покажу, как он выглядит на солнце, этот мед О, красивый мед Короче, две трехлитровых банки накачал с четырех рамок пчел Значит, получается с двух рамок три литра Вот так вот этот мед выглядит Сейчас мы его попробуем О, ну, можно его еще раз процедить Это наверх повсплывало, там кусочки маленькие Но очень сладкий мед еще не кристаллизовался Эту пенку я потом ложечкой сниму И будет все в порядке Значит, для чего ловить пчел Издавна, значит, о себе я расскажу Средства наживы я не преследую Получается, насчет заработка Мне это совсем не надо Почему? Потому что вот с одного улика пчел У меня получается два ведра меда Вот, значит, это только с четырех рамок За первый раз я качал первый раз в жизни мед И выкачал вот это шесть литрового меда Значит, средства наживы продавать этот мед Оно как бы не очень имеет смысл Самый главный смысл тут в чем? Что мужик, как настоящий мужик Он издавна занимался охотневодством, пчеловодством, оленеводством, значит И издавна он должен был прокормить семью Семью детей Так вот, одним из методов прокормить на зиму семью Вот является поимка рая И как следствие выкачка такого вот меда И весь этот этап, и весь этот процесс я вам хочу показать От начала до конца То есть, как в трудное... Например, оказался ты в лесу Нету, ну вот, например, шел и заблудился Все, нету ни денег, ни сотовых телефонов Связь не ловит Вот, а жить-то как-то надо А в любом лесу летают пчелы Вот, поэтому Чтобы не паниковать, можно поймать Поймать пчел, так сказать И прокормиться И жить спокойно себе дальше Так вот, смысл этого видео в том Что как выжить, как поймать пчел Не имея никаких денег и никаких средств Просто вот так, как говорится, нам на палец Вот, значит, я подготовил Две вот таких вот пчелиных ловушки Сейчас я вам про них расскажу Вот, мед пока оставлю в сторону Эти пчелиные ловушки Роя ловушки можно делать с любых ящиков Из подручных средств вообще Что у вас есть Вот из чего она состоит Значит, я поставил туда две старых рамки Если вы там оказались в лесу Где-то рамки эти ставить не обязательно Вот можно поставить Что у вас есть Палочек, наложить веточек Что угодно Не обязательно рамки Рамки эти просто запах издают Для пчел приятный запах И просверлил в этом ящике дырочку Вот такую, видите Внизу дырочка Ход и выход И сделал вот такую вот подставочку для пчел То есть Пчелы будут лететь, лететь Подумают, что это улик Залетят туда И туда залетят В дырочку И поползут, поползут По этим рамкам И тут, короче, сядут И потом я приду Ага Пчелы Поймал рой Значит Как Как поймать этот рой Чтобы пчелы Туда Прилетели К этой дырочке Значит Я вот приобрел в магазине Она стоит недорого Такая вот рая приманка Она называется Санрой Написано Для привлечения И поимки раев И пчел Для пчеловодства Годен до 2020 года А сейчас Значит июль 2018 Вот Стоит недорого Поэтому Если вы идете В лес В лес За этими За прогулкой Можете с собой взять Такой флакончик Может и рой Рой по пути Поймаете Либо теща Зад намазать Вот этим санроем Короче Чтоб она Поняла Кто такие Пчелы И как этот Мед Достается Ну в общем Проще говоря Этим Сейчас я Открою Эту Баночку Намажем Этой Приманкой Вокруг Ящика Для Привлечения Пчел Вот Этот 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 Как его Желтенький Он Значит Издает Такой Сладкий Вкус Для пчел Наподобие Ихнего Дома И они Туда Потянутся Потянутся Со всех сторон Я Проанализировал У меня Тут В деревне У каждого Соседа Есть Пчелы И Короче Получается Что Летом Можно поймать Рой Вот И у дальних Соседей Есть Пчелы Куда-то Они Деваются Надо Ловить А то Никто Не ловит Все По-деревенски Вешают Рамки На Ветки А Никто Сонроем Не мажет А это Такой Аксессуар Что Даже Теща На него Может Пойматься Сладкая Вот Все Распаковали Открываем Бутылочку Так Как же Это Вам Так Поставить Чтобы Вам Было Видно Ну Сейчас Я Так Держать Буду Вот Берете Такую Кисточку Значит Инструкция Вот Мыкайте Кисточку Сонрой Она Видите Желтенькая И Вот Тут Оно Ой На запах Прям Даже Не могу Передать Чем Оно Пахнет Такое Что-то Очень Очень Специфическое Ну Короче Не Пища Что-то Такое Короче Экологическое Скорее Всего И Намазываете Все Это Гнездо Вот Внутри Для Пчел Внутри Сверху Снизу Вот Этим Сонроем Значит На Этот Маленький Флакончик Который Стоит Один Доллар Можно Поймать Роя А Рой Стоит Пятьдесят Долларов Получается Прибыль Если По Деньгам То Стоимость Получается Один Пятидесяти Заработок Вот И Считайте Сколько Можно Заработать На этот Флакончик Можно Поймать Десять Раев Даже Больше По Деньгам Это Минимум Пятьсот Тысяч Долларов Деньгам Один Месяц Меда Меда Выкачать Много Ну В общем Короче Бизнес Ну Я Повторю Что Я Не Преследую Финансовые Вопросы А Просто Хочу Поймать Рой Для Того Чтоб Понять Можно Ли Выжить С помощью Вот Этого Санроя Например В лесу И От Этого Гнезда Пчелиного Вот Такую Ведете Сюда Линию Линию Вот Чтоб Пчелы Так Чуть Как бы По Дорожкам Они Туда Топали В Эту Стрелочку Туда Рисуете В Это Гнездо Вот И Вторая У меня Пчелиная Ловушка Такая Же Вот Так Тут Нарисовали Значит Вот И Туда Пошел Этот Запах И Теперь Надо На задней Стенке Улика То есть Этого Ящика Вот Сделать То же Самое Сейчас Я Рамки Раздвину На задней Стенке Улика Чтоб Пчела Когда она Тут Понюхала Понюхала И От Этого Гнезда От Этого Гнезда Она Поползла Дальше Вдоль Рамок Потом Рамки Понюхала Можно На рамке Чуть Капнуть Вот Так Вот Сюда Сюда Вот Чтоб Весь Этот Ящик Этим Санроем Пах И На заднюю Стенку Улика Тоже Мажете Вот Так Вот Этим Санроем Чтоб Пчелы Пчелы Чтоб Матка Матка Туда Прилетела О А матка Прилетит И за ней Потянется Короче Вот так Вот Прилетит И за ней Потянется Вся Семья Матка Чуть Еще Подмажем Тут Вот Так В дерево Впиталось Этот Санрой Чтоб Короче Хорошо Но тут Пахло И все Закрываете Потом этот Ящик Крышкой Поправляете Рамки Рамки Должны Стоять Вот Чтобы дырочка Была Отверстие Гнездо Между Двух Рамок Пчелы Поползут По этому Коридорчику До задней Стенки И начнут Расползаться По всем Этим Рамкам В рамках Есть вот Такие Отверстия И они Сюда И смогут Ползать Перебираться На другую Сторону Рамки И таким Макаром Вы поймаете Рой Все Закрываем Этот ящик Крышкой Вот Я его Еще Сейчас Веревочкой Веревочкой Стяну Чтоб От этих Щелей Не было А тут Отверстие Для Вентиляции И Вторая Вторая У меня Ловушка Такая же Только У меня Вместо Крышки Такой Кусок Простыни Вот Здесь Вместо Отверстия Такая Щель Специальная И Две Рамки Вот И Значит Эта Подставка Специально Я прикрутил Из USB Кусочек Взял Когда Пчелы Сюда Как Литок Пчелы Сюда Будут Подлетать И Они Будут Тут Садиться То есть Они Будут Тут Тусоваться Как На Дискотеке И Потом Туда 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 Залазить Так Если Не Будет Этой Подставки Они Могут Упасть Так Это Будет Такое Как Своего Рода Крепление Вот Все Значит Сейчас Вторую Намажу И Пойду Вешать На Деревья Эти Пчелиные Ловушки Установил Значит Эту Ловушку Норой Так Вот Она Выглядит На Дереве Кукушка Кукушка Скажи Мне Сколько Я На Эти Ловушки Поймаю Раев А ну Ка Будем Сейчас Слушать Считать Раз Два Два Роя Две Ловушки Два Роя Все Сходится Так Значит Ребята Установил Я Эту Ловушку На Дерево На Вишню Вот Такая Большая Высокая Вишня Она Там Еще Кукулует Но Это Наверное В Следующем Году Значит Установил Так Вот Она Тут Я На Крепость Проверил Короче Держится Крепко Вот И Это Так Вот Значит Пчела Развечица Подлетает Значит Инструкция Пчела Развечица Подлетает Сюда Чик Села Понюхала Пахнет Пахнет Короче Надо Звать Матку Матка Прилетела Туда Залезла За ней Залез Весь Рой Все Поймаем Рой Потом Посадим Вулик И Выкачаем Мед Вот Такая Система В общем Выжить В это Время Не имея Вообще Ничего В кармане Поймать Рой Вот Ну Кто Хочет Заработать Денег Пусть Зарабатывает Но Я К этому Не Стремлюсь К этому Наживаться Этим Делом Просто Самому Интересно Как Поймать Рой Вот И вторую Кротоловушку То есть Это И вторую Пчелиную Ловушку Я Поставил На Дерево Так Вот Она Тут На Вишне На На Ходится Крышку Закрыл Плотно Вроде Проверим Закрыл И веревкой Стянул Чтобы Эти Края Не Разъезжались И пчелы Не Вылазили Все И так Значит Пчела Пролетает Туда Матка Хоп И весь Рой Туда В эту Дырку В гнездо Залезет Все Значит Как поймаю Рой Я вам Покажу На Видео И Покажу Улик Всем привет Подписывайтесь На мой канал Такие Вот Две Пчелиных Ловушки Я Смастерил Этим Санроем Короче Можно Намазать Значит Просто Висящие Рамки Вот На таком Крючке На ветке Дерева То есть Сюда Рой Прилетит Ну Старая Рамка С дырочками Прилетит Сядет На эту Рамку Вы Крючок Снимаете И отнесли Улик Все Короче Очень Легко Быстро И просто Значит Я не рекламирую Этот санрой Мне это Совсем Не надо Вот Вы Вместо Него Можете Купить Абсолютно Любой Другой Продукт Который Является Приманкой Для Пчел Сейчас Мы Это Намажем Ним Значит У этого Санроя Очень Специфический Запах Даже Не знаю С чем Сравнить Раньше Я такого Запаха Не нюхал Во веки Веков Вот Похоже Даже Может Чем-то На какое-то То ли масло То ли шо Ну в общем Сюда Рои летят Как это Пчелы На мед На На эту Рамку Ну и так Саму рамку Можно Так вот В саму Ячейку Можно Намазать В несколько Ячеек Туда Этого Санроя С двух Сторон Вот И я решил Значит На улике Тоже Подмазать Этим Веществом Для приманки На пустом Улике Для приманки Раев Для приманки Матки На задней стенке Улика Понамазывал И на самом Входе Улик Короче Пчелы Прилетят Прямо В улик И не надо Будет Даже Их туда Струхивать Но потом Посортирую Рамки Будет порядок И по соседству Еще Тут На одной Рамке Намазал Также Намазал На орехи Этим Веществом И может Она по соседству С этой рамкой Либо на рамку Сядет Либо На ветку Короче Ребята Если вас Не слушается Теща Значит Что делать Вот Накануне Вы говорите Что занимаетесь Пчелами Там Так Случайно Типа Качаете Мед Ловите Раи Туда Сюда Через неделю Приходите Намазываете Весь двор Этим Санроем Вот Все Короче Хозяйственные Постройки Или Деревья И все Не уходите Потом Через пару дней Когда до нее Во двор Позалетают Пчелы Она вам позвонит Вы скажете Ненароком Что я могу Поймать Ей рой Она Ясное дело Испугается Забежит В свою норку И вы скажете Так и так Что Теща Будешь Мне слушаться Буду Ловить Раи Не будешь Слушаться Все До свидос Все Ловите Сами Все Я занят Вот Такие дела Ребята Ай Твою Дивизию Аааа Покусайте Меня Пчелы Продолжение следует...